А у нас новая серия по Gremlins Inc. И здесь собрались друзья канала, подписчики и зрители для того, чтобы строить козни друг к другу и пытаться победить самим. Пипец, у меня выбор между предпринимателем и вором. Некоторые считают это одним и тем же. Но, вор, они оба хороши, вор получит. Ну что, я сразу попробую подкуп сыграть через дирижабль. Для этого мне нужна тройка. Подачку оставим. Пойдем посох играть. Я так понимаю, я хожу вторым, судя по всему. Мы с ребятами в TeamSpeak'е. В принципе, они большей части меня не будут слышать. Ну, почти. Ну, кто, как всегда, кого будет досматривать. Все будут смотреть Немо. Немо сразу красные карты себе набрал, конечно же. Досматривайте меня полностью. В нем выпало задание Белеза. Что мы с ним делаем? Наверное, я не похуй. Неплохой начальный ход. Ну вот, уже повод почеморить не надо. Начинать. Кстати, можно пойти за выигрышем, можно за страховкой. Я набрал 29 очков до 30, когда у всех по 15. Меня тут же чморить все стали. Ну, чё, повезло. Не просто начали чморить. Я уже не лидер, меня дескет продолжает чморить. Я уже труп, меня продолжает. Грустно. В это время другой лидер победил. Я вот думаю, идти в выигрыш играть или не стоит? Тут крутиться надо. Возможно, не стоит на это время тратить. Депрессия. У нас тут полно всегда тэф. Кстати... Оу. Побычный. Чувак за нами следил в ушел. Ладно, сыграем агрегат на ход. Сбросить карту. Ну, давайте расстанем сейчас с выигрышем. Астральный лифт. Используя карту, пропустите ход. Но у него определенно надо голоса конфисковать. Ну, конечно. У кого же еще? Ну, сейчас все будет. Сейчас все будет. Пока вы там будете их конфисковывать, кто-нибудь возьмет и кое-что сделает. Вот у нас. Чиосайчик. С шестеренкой, с деньгами. Надо чмурить Немо. Конечно. Ну, не меня же. Это Синзи, тащи. Не знаю, мы верим тебе. Вот он, кстати, опасно остановился. Может, он в преисподнюю идет. Кстати, у нас, по-моему, хороший режим на время. Так что... Ну, не знаю, я думаю, это один из худших вариантов, Белл. Нет, в следующий раз можно защищать ноги поставить. В экране, нахуй, долго не пройдется. 30 минут. Уже 5 минут сыграна. Ты можешь курить, вернее раз. Зачем? Ни вон, нехороший. Ну, на астральный лифт я уже не накоплю. Все, жалко играть. Ну, вот вам и минус голоса. Ну, как же так? Сандромов, губернатор. Эй, повези, 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 конечно. Слушай, это крайне неприятно. Че там ему выпало заложник, минус соточка. Слушай, напьемся в этом, всяко-правящийся. Сияние против. Синься, что ты задумал. Зато задумал. Просто смена карт. Крайпер, я устал вас настраивать. Вы говорите слишком тихо, а хмыкаете слишком громко. Это неприятно. Ну, и вот че мне теперь с этим делать. Ладно, будем надеяться, что нас не посудят. На самом деле, не самый оптимальный ход. Ну, вот повезло. На генератор я никак не накоплю. Раз, два, три, четыре. Что сразу в банк прыгать-то особого смысла нет. Меня слышно? Да. 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 Это очень быстрая партия, поэтому на тяжелые карты смысла рассчитывать особого нет. Надо, наоборот, все делать крайне мобильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не, ну можно забежать в офис, продать голос, там получить деньги. Можно переползти еще на одну единицу, чтобы потом через шестерку на неприятность выйти. Страховку получить. Потом идти играть в выгодную сделку. Это долго. Достаточно долго. А тут мы теряем ход. Ладно. Как обычно платим взятки. Вот ребята со своим забеганием в банк, мне и путь к дивидендам перекрыли и все такое прочее. А на генератор не хватает. Генератор отмазок. Раз, два, три, четыре, ну... Неинтересно. Еще что обидно, не смогу я разыграть нужные карты в офисе. Потому что других нет, а те, что есть, та, что есть, на нее денег не хватает. Раз, два, три, четыре. Плохо. Плохо. Все плохо. И еще один из вариантов набрать 10 голосов и топать играть Агент Хаоса. Я признаюсь, я в старте не особо сфера, но, кстати, 10 голосов-то мне почти накидали. Может, сразу плюнуть? Идти через страховку? Раз, два, три, четыре. Нечем, нечем идти до страховки. Налезут различные ребят на нас смотреть. Я стесняюсь. Так, ну, в принципе, можно сходить, сыграть голос. Как раз будет десятка. Эх, вези меня полностью. Не свезла. Хьюстон у нас проблемы. Нам нечего играть. Можно даже от страховки избавляться, чтобы тут пару раз крутануть и сыграть. Такий генератор отмазок. У нас есть разница, сколько ставишь. Все равно один голос получаешь, да? Да. Там просто шанс, что его получишь, деньгами повышается. Ужас, ужас. Ну, вот, это даже получше. Есть рейдерская атака. Кому-нибудь ее можно подарить. Мне очень захотелось крутануться, знаете ли. Решительно. В принципе, с тем, что у меня есть, я смогу это пару раз сделать. Вот, семь сотен монет, это прилично. Весьма прилично. Ладненько, пока телепорт используем. Сбросим правосудие. Итого, мы потеряем три голоса, получим 350 монеток. С этим уже можно жить. Особенно, если пойти в страховку и еще играть. Будет интересно. Да, все время, кстати, была ошибка. Ну, так надо же было согласовывать. Я думал, вы стандарт играть собираетесь. А получается, блиц. Ну, деньги я у Синдзи успеваю своровать. Так что, буду гадским негодяем. Эх, лети лепесток. Совсем забыл, что я же две карты могу играть. Хороший ход был. Очень неплохой. Тем не менее, денег ему хватило. Ну, ух ты машинку. Ну-ка, и топаем на неприятности. Карты нужны. Если я сейчас буду рваться в преисподнюю, у нас Блиц. Надо сыграть Жертвоприношение раньше всех. Не пофиг, что еще половина времени игры. Как говорится, кто первый, тот и молодец в таком случае. Так что, как-то так. И даже выгодную сделку на это надо пожертвовать. Кто у нас тот самый богатый? Эть. Ага, больше всего денег и голосов. Сирой и убогий. Я надеюсь, я не посодействовал вашим фанам. Нет, посодействовал. Я, в принципе, туда и шел. Ужас. Не поверяйте мне. Не, ну это идеально. Ё-моё, это идеально. Я еще и выберусь в легкую, если меня не осмотрят через Сальто Морталя. Да, он не осмотрит. Так бы в тюрьму полетел. Че там, ничего страшного. Да-да. Золото бриллианта. Кстати, однорукого бандита сыграть вполне себе. Или через астральный извоз. А что можно через астральник сделать? Импичмент. Но это у нас Крайпер выйдет вперед. Как-то так себе. Бандита сыграть. Пока что самое прикольное, что видится. Но посмотрим, что придет за место фальшивых монеток. Авторитет. Не, неинтересно. Дивиденды тоже неинтересны. Рисковать мы не будем. Ну, вот эти три карты, они не самые лучшие для меня сейчас. Я не лидер по голосам, увы, ах. Четыре голоса бы мне, конечно, не помешало, но можно импичмент приберечь. В любом случае, я через три хода буду в суд. У нас будет остаться. Ну. У нас, в принципе, стоит ограничение хода и... Чем больше хода, тем выгоднее мне. Да. Ну, да. В принципе, два-три хода я еще буду в районе суда, и, если что, смогу голоса подкорректировать. И текущего губернатора. Ух ты, на высоких ставках. Я не буду полностью вставить. Кто кого-то хитрит. Ужас. Это, что называется, был еще не вариант по максимуму. Нет, я наоборот больше всех заплатил. Как самый богатый. И я думал и 200 ставить, и еще больше. В итоге заплатил реально больше всех. Не страшно. На бандита хватает. И на чупа-чупсенку. После бандита. Да. Это 10 голосов в итоге. Нет, даже 11 в итоге. Если присуммировать низкую зловредность. Ты здесь хочешь? Нет. Ага, конфликт. Игра на нервах, кто кого. Он говорит нет, но ты ему не верь. Хе-хе-хе. Попробуем. Ну ладно, захотел сел. А я как раз скинул. Сволочь. Но меня посадить могут запросто. Я, в принципе, даже не против. У меня будет... Хотя нет, нужен еще один голос. Ладно, дивиденды мне, наверное, ни к чему. Ребят, может все-таки время гнобить Немо? Может уже поздно гнобить Немо, и вы будете играть на второе место. Осталось 10 минут. Карта 4 у нас есть, это астральный извоз. Так, это ко мне, да? Нет, не ко мне. Как-то они между собой решили повоевать. Ну, хорошая. А что я со своими картами могу сделать? Ну, добивать до десятки и реально играть. Агент Хаоса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Три плюс три. Либо, либо. Ох, какая прелесть. Зато авторитет будет. И можно попытаться убежать. Ну, ожидаемо достаточно. Кто этот был негодяй? Так, кто это сделал? Ага, я запомнил тебя, инженер. Не-не-не. Это был Александр. Забудь меня. Ты что с ротом, инженер? Это Александр? Конечно. Это я, да. О, ну весь чисто сердечный. Сейчас еще выход. Ну, не хватает одного голоса. Надеюсь, кто-то в офис пойдет. Либо удастся убежать. И, в принципе, тут есть трибуны. Например, вот это. Более всего привлекательно выглядит. Тут еще ничего не закончилось. Ну, а было бы чем отнимать. Ну, не скажу. Ну, а было бы чем отнимать. Ну, кстати, подстава. Ну, я был убежать. Попытался. Саша. Мне нужен один голос. Неуменник. Три плюс три. Вот это в легкую делается. Я максимальную ставку ставлю. Там шанс не получить голос будет очень маленький. И просто бежать до преисподней. Какие еще варианты есть? С текущими картами больше, наверное, никаких. Голоса через тюремные события никак не получу. Народа возле офиса нет. Так что только побег. Кстати, можно вот тут крутануться, а потом через астральный извоз попытаться попасть в преисподнюю. Но денег на это, наверное, не хватит. Хотя через чудеса бюрократия может и получиться. Но главное это побег устроить себя. Амнистия. Ладно, лучше синиться в руках. Чем и рояль в кустах. Че, это меня будут смотреть? Да. Ужас, ужас. Страшная карта. Ну, это мне бежать вот сюда на трибуну. Успею ли за пять минут, не знаю. В любом случае, я рядом с Судом буду. Это неплохо. Побрякушка. Есть ли вариант ее дотащить? Но это... Это всего одна шестерня. Кого бы зачморить? У Крайпера полно денег. Денежные средства всех игроков ополовинуются. Знаете, мне это нравится. Ну да, хорошо. Я, получается, пострадал почти меньше всех. Но что у него там? Ух ты. Ух ты, какие мои. Опасные. Сравнялись. Сколько у нас по лимиту еще осталось? Ну, одного игрока сколько там дается? Ммм. Судить меня решил? Ааа, посадить себя решил. Хм. У меня есть еще вариант уходить через аномалию в левую часть поля. Ну, удачи, это мое призвание. Донос. Нормально у тебя, джаль. А у меня катер хороший. Скажите. У тебя не совсем хотите. Так. Пока вот так. Удвоенную зетку. Это будет 46. Пипец. Синди, тащи. Ты можешь... Раз, два, три, четыре, пять. Нет, Немо. Кляузы. Это потеря голосов. Эх, а я... А я бы мог сыграть. Эх, если по короткому пути крутиться, что это даст? Просто хочется через извоз идти, но денег мало. Эх, раз, два, три, четыре. 60 монеток. Потом как-нибудь сюда уходить. На три минуты. О, спасибо. Это сразу можно играть за десятку. Это, что называется, дикое везение. Главное, чтобы... Неприятность была подходящей. Что-то они очень хорошие тут. Так ясно, что... Вот, держи мура. Ужас. Все. Мы проиграем. Хм. Идеалити. Блин, если бы я тебя не посадил, я бы выиграл. Вот теперь они не догонят. Тинди, сделай что-нибудь такое. Голос. От тайного агента очень помог. Ну и че, следующим ходом сажаем второго игрока и все, это гарантированная победа. Наушничество есть. Тройка, чтобы дойти, есть. Что я могу сделать, если бы чертовщинка была, я бы сделал. Я думаю, он уже ничего не сделает. Две секунды осталось. Все. Давай, Денис. Из тюрьмы, давай посади его. Ну, последний ход идет уже. Ну, на этот раз у нас нормально стоит режим. Десять мучек. Так и обыграл все-таки. Хороший-хороший. Ну, я с ним был, блин. Зачем именно меня сажать, я не понимаю. А нету карты единственные на этот вот, на этот, на магазин, короче говоря. Отсюда до этого, до завода не долететь, блин. Да ты все равно второе место уже получаешь, чё там. Какая-нибудь торговая крадина? А какой смысл вообще во втором месте в данной игре? Ну, типа сыграл лучше, чем все остальные, но хуже, чем лидер. Нет. Не особо смысл. Ух ты. Ух ты. О, вот и все, вот и пролетело мое место. У меня вообще четвертый. Ну, как-то так. Ну ладно, полайка вам всем. Помните, я нормальный состав. Иду буквально в другой состав.